3 сентября приехали мы на лагерный огородчик, а дальше там видно где-то лагерь, теперь музей, вот деревья растут. Ну и бобы подрали, тут маленькие для коров. Выросли кочаны, вот старый, салопан забрали. Подошли, а тут лодка, лодка, да большая лодка кто-то, что он делает этот человек. Это чтобы сидеть было ему удобно, вот чего он тут ловить может, если только он на бобров, да благословит его Господь. Она перегибается пополам, лодка-то вон, видишь, ну да. А как она перегибаться может? Алюминиевая. Нет? Алюминиевая. Алюминиевая? Да. Ну вот видишь как, а еще там что-то говорил, эти камыш. Это вот сиденья были для, когда крещение идет. Ну все, подправлять надо. Раздевалка. Это вот пирс был. Все под воду ушло. Под воду. Ну как, где-то что-то натянуто, говорит. Вон там, да? Это на сеть похоже. А? На сеть похоже. Вон колышек, и вон там на той стороне колышек. Кто-то сеть установил, видимо. Ну да. Ну посмотреть надо. Он пришел, поставил. Мы ему ничего не сделаем, этому человеку. Просто познакомиться поближе. Он на лодке плывет, далеко расставил. И там вон это стоит столб. Ну это у него длинная сеть-то. И он, смотри, как это я не видел. Недавно я тут был. И не видал этого. Он до берега дошел. И дальше. Ну не бобров это он ловит-то. Он на лодке по-сухому. Вот. Что за человек? Откуда он? Забил кол. Натянул веревочку. Вот он. Вокруг березы. Дальше туда. И там вон на той стороне, видать. Ну просто познакомиться. Лодка здесь лежала в другом месте. Ну ничего, ничего. Конечно, он не через деревню. Он там останавливается, проходит. Там, где у нас слив воды. Ну да будет благословен этот человек. Может бобра решил поймать? А может быть бобра поймает. Да благослови его, Господи. Чтоб бобер нас тут не перепортил плотину. Вот она, плотина наша. Вот видно, сколько мы забили. Тут 400, что ли, свай. Не знаем, кто. Надо видеть его. Ну приходит, прям, видать, ночью. При луне. Да и мой свет-то зачем? Рыбу и так видать. Интересно. Никогда этого не видал. Там храм. Нам никакой неприятности от него нету. Я тут ставил. Тут у меня шест был. Там он в этой, в крапиве-то нету, посмотри. Прямо ткнуть, я туда его закинул-то. Если он тут был, то он видел, он у меня, кажется, исчез тут. Кто его мог взять, непонятно. Я рыбачил сам здесь. Нету. Нету. Нету, вот где у меня шест был. Там нету нигде. Может быть, я его домой отнес, но я там не нашел его. Нету. Ага. Вот тут веревочка наша. А вы с мордушкой не забирали его? С мордушкой не знаю. Может быть, забирал. Ну все, пойдем, давай помолимся. Господи, слава тебе. Да будет благословено это место и все приходящее здесь. И благослови этого человека, неизвестного нам. Чтобы он помог нам избавиться от зверей, которые уничтожают наш труд. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 35. Значит, дело такое. Ага. Он лает тут, мешает. Отойдем мы. Вчера мы в огороде там добирали что-то, бобы и все такое. Вышли оттуда-то. А я гляжу, около самых камышей лежит лодка такая железная, зеленая. А до этого видел она прям вплотную к нам. Вот так. Да, да, да. К огородчику-то. А Володя говорит, так там веревка, говорит, еще натянута. Я говорю, где? Да вон там-то дальше. Вот сюда маленечко. Подойдите, тень падает. Вон туда лучше подойти. Я говорю, да, так кто ж это? Ну да, что рыбачий тут понятно, стой. Браконьер, да. Что? Тогда я говорю, знаешь что, давай мы посмотрим, что он тут делает. Ага. А потом посмотрели, веревка как натянута. Я говорю, это не с урыбки, там свои озера есть. Это скорченные, наверное. Наверное, машину там за бугром оставляют вот здесь вот. А сам сюда приходит. Так вот надо поговорить, может, бобрами занялся бы. Давай помолимся о нем. И давай просить благословения на этого рыбака, чтобы у него было все хорошо. Ну, сетка, ясно, что не гальяна плавит, не мальков это дело-то. А когда все это мы рассудили, лодку рассмотрели, подняли, чтобы под ней там лежит, сидеть там дощечки. А Володя и говорит, да, это может быть наши. Я говорю, как наши? Кто? А Алексей, может быть. Так я, если я сколько хожу к нему, подел, видал бы лодку-то эту? Нет? Да, может, барабаши где-то. А барабаши кто там будет? Он на поле все время. Лена не поедет. Ну, ладно. Но он мне на меня закинул, а-то и мне уже не по себе. Я думаю, я узнаю. Сегодня приехал к Ангелине, к твоей супруге. Ну, и говорю, у вас лодка есть? Есть. Ага. А какая она? Железная. А цвет не зеленый? Зеленый. Так это не вы ли там лазите-то по берегу-то? Я говорю, вот как. Ведение, неведение-то все грешил. Говорит. А вот ты, я говорю, человека вчера не зная, мы на него просили благословения. Ведение и неведение. Так вот, если он не четыре карася, а поймает больше, какой-нибудь день пусть он нам посвятит-то. И отдаст там этих карасей-то, а мы-то в Варнолу везем их. Впереди-то еще четыре дня. Это уже все в плане. Я по три карася в каждый двор отношу. Пока только в три двора. Пока девять карасей поймал. Или четыре даже. Четыре, по-моему. Так что до вас очередь. Вы, кстати, следующие. Я иду с того края. Ну, как бы с того и с того. Так интересно, мы ходили молиться. Давай помолимся, чтобы Бог благословил этого человека. Незнакомым, а там где. Ну, я говорю, смотри, он ничего нигде не напортил. Ну, ему, видимо, проезжал и понравилось. А может, по телевидению видел, как мы ловим-то. Не, ну, в любом случае, какие-то бы чужие мы бы пресекли бы. Вот, это наше озеро. То есть, никакого права никто не имеет. Но мы, когда там храм строили вверху и видим, мужик, у него, как водолазный костюм. Он лазит там. Тогда были эти андатры где-то. Но мы посмотрели, пришли и ему сказали. А то вот не понимаем, что андатры-то нам вред приносят. Надо было радоваться только. А мы говорим, мужик, это озеро наше, твоими словами-то. Андатров-то пусть, да. Ну, а рыба, рыба. Тем более, когда мы карпов запускали, там уже понятно. А сейчас это просто, ну, так как, это все с нашего общего, так скажем, ведения. И батюшка в курсе, то есть он... Так, нерешенный вопрос. Да. Мне пишут об этом. Чтобы у вас карп водился, вы уже подняли уровень. Я говорю, подняли. Так вот, чтобы там воздух-то был, для этого есть вентилятор. Надо тогда только провод протянуть, его поставить. И сколько стоит там это? Она стоит, ну, тысячи четыре, говорит, или пять, может, через половину. И тысячи на две за зиму намотает. Тогда, говорит, рыба у вас не будет дохнуть. Не работал над этим вопросом. Я все-таки сторонник того, что надо углубляться. Потому что все вот эти примочки, которые вот внешние, ну, без глубины все равно, это ничего. Ну, для этого, говорит, чтобы углублять, говорят, есть такие, которые, ну, Игорь покупает комбайны, там, на старых же делает. Так и это, сколько она стоит. И тем более, у вас не один пруд, и вы вложитесь в это, у вас оправдается это все. Конечно, не такая мощность, так вам куда торопиться, вы же дома. И надо посмотреть, говорит, в интернете, вот только посмотрите, вы найдете такое. Надо узнать, что это за человек предлагает. Обычно это диванные эксперты их называют. Нет, это не предлагает, советует. Ну, советует, какая разница? Разница, предлагает это, предлагает купить что-то, а у него ничего нету. Да, я понимаю, я понимаю, это вот, я говорю, вы мне говорите, я понимаю, что это диванный эксперт. Ну, да, знаешь... Многие говорят, вот там, приедь сюда, вот просто покажи дрова там, покоси траву, потом будешь мне что-то предлагать. А советует, говорит, вы воду выпустите, она подсохнет, а потом бульдозер вытащит все. Там никогда, во-первых, родники, а выпустить, значит, никогда уже не запустить. Вот там, жизнь кипит всякая там. Да. А другие советуют так, так его воду выпустить, а рядом выкопать и новый пруд. Ну, это надо атомную бомбу разрывать, чтобы такой вырыть. Вот-то. Да не, ну выкопать можно, пожалуйста, в любом месте сейчас бери, копай. Нет, это не вариант. Ну, Бог даст, мы все равно работаем в этом направлении. Ну, а как дальше наполнять-то? Тут же речь, вот, паводки в воду идут, другое. Все у меня к тебе. Ладно, все, так что не переживайте, за вами очередь, ждите. Нет, да, мне так интересно. Если вы помолились, вот, я сегодня буду вечером снимать и посмотрим. Ну, так мы не знали-то, мы молились о чужом дяде. Надо еще раз съездить уже конкретно. Как-то у меня пока только по три штуки. Вот, каждый раз раз три штуки. Я так, ну, запланировал, я говорю, по три штуки разнесу в каждый двор. А ты там палку не брал в крапиве? А, палку, палку, такая длинная палка, но она там же и валяется. А нет, я пошел, вчера нету. Нету, ну, если мы об одной и той же палке говорим. Из крапивы, там до конца гвоздь битый с торца. Ну, какая-то палка была, я не видел. Нет, ну, длинная отсюда вот до крыши. Не, не, такую не знаю. А у тебя, ты все озеро перекрыл? Ну, практически, озеро-то там, оно, получается, где в конце оно не глубокое, я даже втыкну, то есть сеть наверху была. Пришлось наискосок ее сделать. Тебе помощь-то не нужна? Это у нас лодка есть, это резиновая. Спасибо, Христос. Не, нормально. Это мне лодку, мне подарили, кстати, люди добрые. Вот, и сначала я плавал на плоту, на Андреевом, на этом, ну, на пенопласте, а сейчас, видите, уже совершенствуюсь. Ну, все, с Богом. Всего доброго, ладно. Спасибо, Христос. Ты пасешь сегодня, да? Да. Ну, ладно. Алексей Устинов. Меньше его, кажется, никого. Или Иосиф, что-то я тут. Ушел. Слава Богу. Такая вот эпопея еще раз случилась. Молились, старались, и к нам вернулось все. Молились, старались, и к нам вернулось все, и к нам вернулось все, и к нам вернулось все.